В 2002 году Иван Дыховичный снял свою первую комедию «Копейка» о приключениях советского автомобиля ВАЗ-2101, который был прозван в народе «Копейкой» по разным социальным средам от одного владельца к другому. Это позволяло создать портрет общества. Я стал смотреть эту картину, но через 10-15 минут понял, что у нас с Иваном разные вкусы, разные представления о смешном. Смотреть дальше не стал. А недавно наткнулся в ютубе на файл, в котором Дмитрий Быков рассуждает об Иване Дыховичном и его творчестве. Это был фрагмент из его большой передачи, где он отвечал на вопросы зрителей. Я посмотрел этот файл и понял, что Дмитрий Быков не видел в Иване Дыховичном одаренного режиссера. Фильм Творва он считает подражательным по отношению к Юрию Любимову и спектаклям театра на Таганке. А наиболее удачным ему кажется фильм «Копейка». Я решил посмотреть фильм «Копейка» до конца. Возможно найти в середине что-то более ценное, чтобы более объективно судить об этой картине. Когда мне говорят, что кому-то нравится фильм «Жмурки» или «Особенности национальной охоты» или «Брат 2» или две серии «Горько» с украденным у меня названием, то для меня это является показателем низкого неразвитого вкуса, для которого главным возбудителем смеха является пьяное свинство и всякое скотство. Почему такие картины пользуются успехом у московской публики? Да потому что она в основном состоит из провинциалов, понаехавших в российскую столицу, обосновавшихся в ней, разбухших от бабла и теперь диктующих свои вкусы, заражающих общество своими представлениями о красивом и смешном. В результате в российском комедийном кино возникло стойкое направление, которое я бы назвал «некрасивые, грязные, злые». Так называется знаменитая комедия итальянского режиссера Этеро Скола, которая рассказывает о сообществе отвратительных люмпенов, которые обосновались в окрестностях Рима. И «некрасивые, грязные, злые» надо принимать не как характеристику внешних особенностей персонажей, а их внутренней сущности. Фильм «Доховичного копейка» относится к этой категории. Его отличает режиссерская изобретательность, какую редко встретишь в российском кинематографе. Каждый эпизод богато аранжирован. Не в музыкальном смысле слова, а в смысле множественности деталей, подробностей режиссерских решений. Но несмотря на то, что в фильме множество эпизодов и персонажей, которые постоянно сменяют друг друга, фильм производит впечатление набора отдельных короткометражек. И к середине утомляет. Меня лично. Я вижу в этом одноритмичность, отсутствие внутреннего развития кульминации. И причину в этом вижу в сценарии. Сценарий писался совместно с писателем Владимиром Сорокиным. И с моей точки зрения представляет собой растянутый фильетон. Этакую ироническую прозу. Которая в литературе очень уважаемый жанр. И довольно успешный. А для кино проблемный. Потому что книгу можно отложить. Дочитать ее в следующий раз. И каждый раз находить свою долю удовольствия. А кино это то, что происходит здесь и сейчас. И ты привязанный к своему креслу в зрительном зале должен в течение двух часов, как в данном случае, смотреть это зрелище и пытаться получить удовольствие. В этом случае надо активно зрительно стимулировать. Речь идет, конечно, не о медленном кино. Таком, как у Антониони или у Тарковского. Но здесь своя зрительская аудитория, которая приходит именно на такое кино. Но когда речь идет о комедии, то с этим беда. Может быть, все дело в том, что у нас с Иваном Даховичным было разное чувство юмора. Я знаю, что у фильма есть стойкие поклонники. Я не собираюсь их переубеждать, если фильм их рассмешил. Меня нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова